Помолитесь. Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево. От истинного понимания Божественных слов Твоих пребудь с нами все день благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец Твим и Святой Дух. Аминь. Послание к Колоссянам, Святого Апостола Павла. Глава первая. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей брат. Полкование. Сразу же и в начале незаметно опровергает их мудрование. Ибо не ангелов апостол, а Иисуса Христа. И воля Божия на то, что Он апостол того Христа, а не ангелов. Итак, если я по воле Бога апостол, то ясно, что я истину проповедую. Что же такое? То, что сыном мы приведены к Богу. Что мы освободились от иудейских и эллинских обрядностей. И заметь, предлог ПО поставлен пред словом, что означало Бог Отец. И Тимофей брат выходит, и он был апостол, вероятно, он был также известен им. Вопросы, мнения, комментарии? Да вот про ангелов, он почему здесь одного вспомнил? Ну вот тут есть предисловие еще впереди, может быть его прочитать? Прочитай. Предисловие, да. Все послания Павла святы. Но особенно те, которые он рассылал, находясь в вузах. Он посылал их как полководец во время сражения, вполне уверенный в победе. И сам Павел считал это великим и славным. Ибо когда пишет к Филимону, он говорит, которого родил я в вузах моих. Филимону 1.10. Сказал же это для того, чтобы и мы не сокрушались в бедствиях, а скорее считали их за честь. Таких посланий много. К Ефесянам, к Филимону, к Тимофею, к Филиппийцам. И это к Колоссянам. Все они написаны в вузах. Как он писал к кремлинам и евреям, не видевши их, то он пишет и к Колоссянам, не видевши их предварительно. Среди их были Филимон и Архип, которому, мне кажется, поручена была даже какая-то церковь. И пишет к Колоссянам по следующему поводу, двоеточие. Между ними появилось некоторое нечестивое учение. Они думали, что не через сына, а через ангелов приведены к Богу Отцу. Считая нелепым верить, что в последние дни явится Сын Божий. Между тем, как в Ветхом Завете все совершалось через ангелов. Притом они соблюдали многие иудейские и эллинские обычаи. Наблюдая дни, времена и яства. Все это, конечно, требовало исправления и побуждало апостолам написать это послание. Павел, воля Божия, апостол Иисуса Христа. Вопрос еще. То есть в общине были и иудеи, и эллины были. Ну, я так понимаю, бывшие, скажем, которые уверовали. Ну, потому что не может же эллин соблюдать иудейские обычаи. А иудеи соблюдать дни празднества календулы эллинов. Значит, состоял он из разных людей. Ну, даже не просто из разных, а по религиозным убеждениям. Из разных. Община. И Павел ее еще не видел. Отсюда вывод. Она образовалась в общем на этом? Ну, он сказал, может, я вот Слава проверить или утвердить? Правильно ли он говорит? Игорь? Да, Игорь. Ты рядом сидишь, что ты корректируешь, как он идешь, пускай, потом еще огородит. Время идет, а ты сидишь там как-то. Он начинает бузить, предупредил, а раз-то расскажем. После двух предупреждений, а закрывай, больше ухода вам сюда не будет. И все на этом. И сидит ты как у чужой, в свидетелях, как священники. Что народ делает? Как он в свидетелях стоит? Он исповедовать будет. Ты вот скажи сейчас. Иудеи ходили и проповедовали. И они научили их так. Это могло быть совсем и не иудеи, а наученные иудеями. И они заражали это все. И тогда приходили. А ты теперь, нам нужно на сегодняшний день. Слово Божие живо и действенно. Понимаете, что Христа недостаточно ангела. А у нас, что у православных? Это Матрона. К Матронушке, к Матронушке. До этого была, что Ксения Петербургская. Там бились смертно. Наконец канонизировали. Как поволоклись туда. Там что было? Камушки, земли. Все разбирают. Все забыли. Никакой Ксении не было. Матронушка теперь новизна. И вот тетрадь какая, батюшка, говорит, считаешь, там смотришь. Осипов говорит, как будто никакого Бога нет. У Бога недостаточно. Матронушка сказала. Матронушка дальше накручивает и накручивает. То, что на нее написали, как на Серапима Саровского. Вообще. За 12 книг, 12 книг. Жития святых. Самое большое житие Серапима Саровского. Сидел человек, шага не сделал, чтобы пойти на Благовестие. Павел прошел всю Вселенную. И вместе с Петром 16 страниц. А там 51 страница. Ну, что непонятно, то, что у нас покривились пути-то христианские. Недостаточно Христа, недостаточно Святой Троицы. Недостаточно жертвы. Я помолюсь Матронушке, и она меня избавила. Матронушке я помолилась, пошла. Вот у меня дочка вышла замуж. Правда, неудачно, но это она не первый раз, а четвертый раз. А все-таки вышла замуж. Вот теперь внущеных есть, она будет водиться и вырастет. А кто вырастет-то? И вот, это что православное все. Послание к православным, колосянам. Таскать за волосы надо их, как езра. И бил, говорит, я вервал волосы им. Все, ангелы везде. Сейчас, сегодня, какой, в ноябре, это 21 ноября, говорит, Михаила в день. И все, Михаил, все, Михаил. Михаил, священник, вот, выходит и говорит. Ну, сейчас я буду даже называть, уж не побоюсь назвать-то. Скачок, отец Андрей. Там Михаил, тут другой, где-то Христа-то вообще, говорит, нет у нас. Мы его не знаем и не видим нигде. Ну, это место мы можем от него взять-то, не зазирать его. Он говорит, в данном случае, это послание к православным. Чего не видели? Вторгаясь плотским умом, то, чего не видели. Ты даже там был? Ты что, видел, кто там? Вот это канонизация, это абсолютно антиевангельская. Откуда взяли? Не судите никак. Слово никак означает, не говорит. Пошел, лот догоняет Якова. Ему ночью явился Господь, не говори ничего, ни хорошего, ни плохого. А почему? Если женщине надается говорить, право молчать, это право. Ты не думаешь, что тебя обидели. Это большое право. С тебя не спросится, что ты молчала. Мне повеленно молчать, я и молчала. Ну, ты сам подумаешь, что за этим, ни хорошего, ни плохого. Тебе ни хорошего, ни плохого. Ни одного слова не говорит. Ее так и разбирается сказать. А если ее заделнет, она вся вспыхнет, сразу ничего нету, с отлела. Один пепел пошел. Написано, учить жене не позволяю. Я говорю, Павел здесь, даже не слышит совершенно, как глухой аспид. Павел говорит, не позволяю. Ты учишь или нет? Ну, если... Учишь или нет? Но быть безмолвии, как и закон повелят, безмолвие. А я что, не человек, что ли? То есть она начинает бузить и... Ты научись, ты женщина. Ты приучись сейчас ее. Самое ценное, это послушание. Конечно, послушание верующий муж. Не пьяный, который тем тобой будет торговать и отдавать. Такие мужья есть. Чтобы деньги были, он жену отдает на ночь. Посылает, я говорю, с его разрешение, все это дело, и подруга, они деньги. А сейчас мало есть, и все они афишируют себя. А что афишируют? Ты спереди, сзади, одно и то же. Но ты-то верующий. И вот надо нам войти вот в это, в послание и сказать послание к православным. Это я тебе определенно говорю. У баптистов они не будут там где-то, они прямо как к Христу обращаются. Это к католикам послание. Ну, ко всем, которые уже много знают. Ну, нам-то зачем это делать? Да, мы знаем православное, мы молимся. Я молюсь каждый день, перечисляю, я так посчитал. Ежедневно, вот если я молюсь 7 раз, то я примерно 77 святых поминаю. 77, это не 2, не 3. Ежедневно, многократно, и днем, и ночью. Почему? Нам дано право пользоваться их любовью. Но Бог на первом месте, в начале Христу сказал, а они наши друзья, мы в это верим, мы разговариваем. Так это вызыватели умерших, а мы никого не вызываем, а у Бога все живы, они не мертвы. Сектанты, я знаю, что говорят. Это вызыватели умерших, и дальше он наворачивает уже. Кого я вызывал умерших? Тучи для недели. Ваших сектантов мы не вызываем, мы знаем, где они находятся. Мы вызываем тех, которые Бог сказал, как апостол Павел. Если он был здесь, ему наказали, помолись о нас, Павел. Он молился, да, но он в Рим, в тюрьме, он там, это, молитвы из тюрьмы, меня достает? Да. А его молитва достает, он говорит, молитвы из-за меня, дабы по ходатайству многих, я был освобожден. Значит, достает. А если бы ему сделали на Луне каталажку, оттуда бы дошла молитва, ну что говорит, разницы никакой нету. А тем более мы не знаем, где он далек или близко. Мы знаем только, что он Богу угодил, он святой. Послание святого апостола Павла. Так. Святого апостола. Считай. А вот вопрос такой еще. Все совершалось через ангелов в Ветхом Завете. Они вот так считали. Это правильно или неправильно? Правильно, Ветхом Завете совершалось. Совершалось. Там, где Господь послал ангела, он выполнял это. Надо было убить 185 тысяч. Ангел зашел, мечом махнул 185 тысяч. Хиросима. Это количество людей, погибших в Хиросиме. Ангел один раз махнул, никакой атомной бомбы не надо. Но Вернер фон Браун тут совсем к чему. Мы молимся. Я вот сегодня взял одну сторону, финансировали меня. Это все понимают. А Улия-то не вмещается. Ой, его финансируют мусульмане, это мы уже теперь узнали. Ой, это ЦРУ. Его КГБ финансирует. Понимаете? Ни оттуда, ни оттуда, ни оттуда, ни одной копейки не было. Я сам не знаю. Вот поехал по Теряевку, ребятам, говорят, тысячи у меня рублей. Это накидали тысячу. Проходит время, 300 рублей опять тут окинул. Маленько проходит, полторы тысячи. Я оттуда выехал, когда уже у меня 8 тысяч лежит. Кто-то за книгой, кто-то как-то. Но это деньги. Откуда? Не знаю. Адреса никакого нету. Билайн? Я думаю, спрашиваю, может Билайн меня высылает? Ну да, жди, дождешься. Но я говорю, они дают Билайн, оповещают вас. Я говорю, может я им понравился там или... Давай. Второй стих. Святая простота. Послание к Колоссянам, первая глава. Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Толкование. Колоссы. Это город Фригии, который ныне называется Хоны. Это видно из того, что Лаодикия есть соседняя с ним страна. Отчего же вы стали святыми? Вопрос. Не через крещение ли в смерть Христову? Почему называетесь верными? Вопрос. Не потому ли, что веруете во Христа? Не потому ли, что вверены вам такие тайны от Христа? Ибо верными мы называемся не потому только, что мы уверовали, но и потому, что вверены нам от Бога тайны, которых даже и ангелы не знали. верными называют. Есть верные, есть неверные. Неверные будут у Бога там? Нет. Ясно, нет. И вот начинают говорить сейчас, знаешь, видят такая программа, и там, Шевченко такой, Солобьев, вот выходит там, целая компания, перед людьми, они там тут про Путина говорят и все. И вот рассуждают, вот есть люди, которые себя выставляют. Вот что, детство, только мы православные, а куда же эти, ну, допустим, протестанты, вот они добро делают, они наркоманов, уходят, нормальная жизнь. неверующий человек, иудей, может быть, в последнем колене уже, маленько заблудилась какая-нибудь бабка, сидит, ролик стоит. Рассуждают. Ну, неверные, это я здесь. Верные называют, не потому, что правильно делать. Верные, значит, все эритики верные, они хорошие, они не пьют, они не курят, хорошие семьи, на работе их ценят. Ну, не об этом, речь-то идет. Верные в слове, в догматах, а в догматах они абсолютно все неверные, до одного. У них нету таинства, ни одного. Нет херотонии. Какая же это церковь-то? А он-то ничего не знает. Ему дали задание, он сидит, разглагольствует, как будто какой-то верующий, там, епископ, ну, раз власть разрешает, теперь он и... Я вчера только его послушал, только лахнул. Я бы сейчас пришел, и евреям начал бы рассказывать там. Один, хотя по всему интернету прошел, ни одного православного не нашел, что было у евреев за их руководителя где-то. Нигде ни одного не нашел. А у нас сколько, говорит, священников, епископов. Сколько? И везде. Почему? Почему мы не можем пробиться так и никак? Я говорю, почему мы должны ответить. Во-первых, нам это не надо, а во-вторых, они этого не разрешат. А мы разрешим, если разрешаете, а уже так это льготно разъясняете. Это выпить и смертоносное, говорит, не повредит. Ну, они сказали, но еще из этого. Мы все равно верим. Как во времена Парижская коммуна, там вышел, как вольтер, и начал раздовольствовать. Мы сделаем так, что никто не будет верить в Бога. Никаких признаков. Один господин, можно вопрос задать? Да. Скажите, а вот мы сейчас стоим на улице, небо от нас закройте? Как небо закройте? Ну, я спрашиваю, как кто-то купол сделаете? Да, конечно, нет. Что за вопрос? Ну, мы Бога найдем под звездом. Мы его найдем. Вот это философ Монтени говорил, что отрицать Бога у гроба, ближе, под звездным небом, может только совершенный идиот или преступник. Я вольно так передаю, но смысл в этом? Какая красота! Устрашающие цифры! Ужас один! Какие есть... Вот смотри, да, Солнце 125 миллионов, кажется, километров. Миллионов! И звезда Артур поперечники в 4 раза больше этого расстояния. И по сравнению тогда с землей, то вот земля-то вообще ничего, пылинка. А мы сидим тут еще, на этой пылинке еще границы, государство, город, улица, дом, на дому еще скамейка, чтобы я сел на ней. И меня он слышит. Как мы должны быть переполнены благодарностью, славословием Богу, что Бог признал нас верным и верим во святую и нераздельную, идиносущную троицу. Пошел. Третий стих. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего. А, так, я еще не дочитал толкование. Еще раз, напомню. Ибо верными мы называемся не потому только, что мы уверовали, но и потому, что вверены нам от Бога тайны, которые даже и ангелы не знали. Дальше вопрос. Почему, братья, не по делам ли своим или добродетели? Вопрос. Нет, но во Христе. Как же после этого вы приписываете ангелам приведение нас к Богу? Третий стих. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас толкованием. Имени Христова не присоединяет здесь, хотя это было у него обычно, чтобы не тотчас первых же слов явно напасть на них, и тем не восстановить их против ниже следующего содержания речи. Пусть же скажут уничтожающие Святого Духа, почему Бог уничтожающие уничтожающие прости, пусть же скажут уничтожающие Святого Духа, почему Бог Отец наш, не через Духа ли великая и превышающий ум, кто даровал нам, не Дух ли Дух с большой буквы, Как же после этого ты его умоляешь? Иисус Христос есть Господь наш, а не слуги ангелы. Павел показывает любовь свою к нам не только благодарением, но и непрестанной молитвой о нас, ибо и тех, которых не видел, всегда имел в себе. Он говорит, всегда молясь за вас, то есть он не видел их, но молился о них, вот какая любовь у него была. Хотел вопрос как бы задать здесь, но почему именно апостол Павел как бы курирует Колосина, Колоссян, почему ни другой, кто ни Петр и ни Иоанн, значит те люди, которые туда попали и сделали эту общину, они значит были связаны с апостолом больше Павлом, недаром 13 апостол и вообще верховный, один из верховных оказывается. Поэтому он и пишет это послание как к своим чадам, как-то он интересно пишет, сначала он начинает говорить о себе а потом приветствует как бы ну да видно, что он их не знает многих но брат Господь же ему сказал я пошлю тебя к язычникам а тут были елены они же язычники в прошлом были вот он и считается на основании он говорит Бог меня я апостол Бог Бог его послал то есть ему было видение света сиял с неба и он уверовал во Христа и потом раньше не было ну как по скайку раз вышли Игнать Игнатьевич рассказывает вышла женщина и сначала закрыла а потом начала дальше выходить ну такого нельзя было сделать по письму поэтому письмо как-то надо было так сбалансировать чтобы было понятно все люди прислушивались к словам писаным очень сильно не так как мы сейчас вообще мы такие стали расхлябанной в этом плане у нас разум как кисель какой-то болотная жижа а они очень очень подходили к этому с конструктивной точки зрения вот все что написано они все это рассматривали апостол Павел все это знал и он именно такую выбрал конструкцию письма странную сначала он знакомит их с собой кто он есть а он один раз пишет коринфянам и говорит как к вам прийти с палицей или с жезлом и они это понимают понимаешь с любовью или с жезлом с этим то есть они это уже понимали и здесь тоже видишь как немножко по другому потому что все таки здесь дело касалось религиозного догмата до конца уже прям закона если там это был какой-то грех явно то здесь совсем другое и поэтому ему здесь нужно было рассказывать с самого начало рассказать о себе нашел ответ на вопрос был отлично тут одно послание ярко высвечивает потерю послание которое послал его к вам прочитают пускал ладики а которая ладикистка возьмите у вас просчитайте а где ладикистка нигде нету как раз мы там эти вопросы и были как пальцы прижимать крестить ребенка крестить не крестить маленького мало ли часто или не часто прищищаются однозначно мы можем думать что если он говорил просчитайте его у вас а то там было другое что-то написано зачем читать если это дубль под копирку он же не под копирку писал значит там было что-то чего в Колоссяном не было написано и он писать рукой надо было каждое предложение обдумывать он как писал считаем кремлинам я даже представляю когда у меня жил нафанаил он печатал а я так ходил не звонить не трогать я составляю предложение хожу а он остановится так это что-то непонятно надо повторить что повторить меня с трудом было опять завернуть на это почему потому что я выстраиваю всем предложение вперед это литература книжку читаешь на чем остановились на этом то есть это мучительно я должен предыдущий теперь он у меня сбил никто не подходи ко мне и вот он Павел сидит в тюрьме и когда он написал а кто писал то тоже охота остаться писал я тертий своей рукой ну тертий там сидел писал он не писал Павел иногда писал и говорит моей Павловой рукой как заканчивал как жрота уст вот я вижу когда читает проповедь и так им благодатью Господа нашего Иисуса с отцом и сыном и гляжу уже все встают еще не окончилось еще предложение длинное отца и сына а уже все становятся на места знают это его оконцовка все шапошный разбор какое дело мы должны ну реально войти в ту обстановку где оно было ну а дальше сам по себе вопрос ну почему оно было потеряно кто на пути к Колоссину ну что оно у них было и сохранилось почему копии-то ни одной не осталось как это можно было так отнестись ничего мы не знаем может быть была ни одна копия были гонения ну вот не осталось нигде по сегодняшний день и опять же если его нет сейчас кто-то найдет и напишет что-то и скажет нашли рукопись там среди комаранских слитков и его нашли понимаешь какая опасность здесь и теперь уже просто принимать как Колоссином который церковь приняла а здесь просто его печатают вселенский собор теперь не соберешь а это приняли и вот теперь если появится послание ладики и что там написано мы каждое слово строчку должны сверять со стальным что нам известно со священным писанием тогда не надо было он открывал новое и новое Каринфином вдруг о беззыках заговорил такое что дальше заговорил о брачной жизни о семье почему он кримином об этом не говорит а кримином он коснулся евреев там такой раздор шел с язычниками будущий евреев вот вчера на меня вышел один такие вопросы серьезные сам с бородой черная борода прямо до сих пор так интересно красиво свои и вопросы так у меня еще вот вопрос а как же у Захарии сказано дальше а вот из Икииля такая глава с этим как соединяется ну все по писанию уже видно что человек отошел от сектантов но не находит места я пришел сразу с меня деньги я хотел помолиться платить за мертвых за живых а что такое да как еще тогда попасть он за деньги молится сразу сразу прям дальше я пошел туда там говорят там такое священник я хожу я не могу найти перед кем исповедуется понимаете я ему должен ответить так чтобы он поискал нашел вот вам хорошо у вас все так идет так ладно нам завидует со всех сторон какую нам Бог невиданную свободу дал только бы они не зло потребили ее как Павел говорит я ему должен ответить и направить знакомые храмы а он живет не здесь а живет может где-нибудь в Днепропетровске я примеру говорю куда я его направлю было бы ближе первомайску там отец Анатолий давай дальше у меня вот еще мысль возникла может то что апостол Павел именно им написал то есть он был тот человек который мимо не проходил если у кого-то что-то где-то случалось он о них слышал приходили братья которые ему говорили об этой общине но он конечно не остался неравнодушным к этому к этому к этой общине вот почему и решил написать конечно если бы сейчас мы бы услышали что где-то где-то там где мы ходили с благовестием мы по Алтайскому краю сколько сел прошли сейчас где-то услышали что в одном селе община православная неужели бы мы письмо не написали и еще бы услышали что кто-то ходил например Добунов Игнать Тихонов написал был у апостола Павла друг верный служитель Христов сотрудник и звали его ипофраз и через этого ипофраз обратилась к Кавосянию ипофраз был духовным чадом апостола Павла вот поэтому апостол Павел и считай себя духовным отцом Кавосянию совершенно верно разобрались да четвертый стиль услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым то есть когда услышал тогда я побудилась написать это письмо послание благодарим Бога говорит потому что мы слышали от Епафродита о вашей вере во Христа Иисуса а не в ангелов через это он предрасполагает их к себе потому что имена эти Христос и Иисус символы благодеяния ибо он с большой буквы принял помазание за нас и он же спас народ свой от прегрешений не к тому или иному но ко всем следовательно и к нам так что вы с удовольствием будете слушать нас это речь человека предрасполагающего их к себе под любовью он разумеет милостыню и общение как и в других местах то есть он говорит услышав о ихней вере и о любви ко всем святым то есть он понял что они любят святых колоссяне идем дальше или порассуждаем я крещу почему я его крещу лукавый подошел и звонит издают не членораздельные звуки а один тот же у тебя тоже концовка какая 7-7 сколько 77 2 0 77 вот тоже здесь и берешь трубку что-то не мед надо смотреть и продолжать держать или открыто или как ты скажешь открыл хоп убернул цифру хоп убеды-то никакой нету не думай когда звоните или чего-то а может быть больной парализованный какой-нибудь охота что-то сказать я позвонила один раз дома не мог не думай звонить еще раз говорю ну все поняла все что у тебя есть сразу вычистят вычищают сколько бы ни ложил а все будут снимать симку свою выбросишь я все так сделал викторину сыграл историческую ну давай продолжаем колоссяна самые дорогие для нас близкие как говорит неделя блудного сына это наша неделя пятый стих это мне в надежде на уготованное вам на небесах о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования толкования вы любите говорит он святых не из человеческих расчетов но в надежде на будущее благо или же посмотри какой мне смр пришел считай спасибо мы благодарим бога что вы имеете наследовать нетленные блага хорошее ибо не на земле отложено где оно подвергалось бытлению а на небесах где оно и цело и безопасно и так не колеблитесь в уповании ибо отложенное вам находится в надежном месте и это относится к тем которые подвергались испытаниям чтобы не искали здесь освобождения от них и не унывали в испытаниях так как они имеют великое вознаграждение не сказал проповеди но благовествование дабы напомнить им о благодеяниях божьих ибо благовествование есть возвещение о благе но если оно есть слово истины то значит в нем нет лжи как же вы делаете его лживым не веря как прежде были научены им именно через Христа Спасителя кто же был там проповедником и по фраз как это видно из следующего шестой стих Хочу сказать что читаешь апостола Павла вот он говорит о небесном ну вот сейчас попробуй где-то о небесном выйди расскажи кому-нибудь я вот рассказываю себя о царстве небесном вечной жизни сначала не слушали а сейчас другая стадия пошла сейчас меня везде подначивают чуть-чуть сразу вот тебе и вечная жизнь родился внучок у шефа он радостный приехал как говорится сыт и пьян и такой вот у меня вечная жизнь началась какая вечная жизнь ничего себе внучок родился у меня ну и что ну вот я теперь даже если меня не будет а внучок мое дело продолжит вот она и вечная жизнь о которой ты все говоришь вот она где а тебе шиш с маслом дырку от бублика у тебя-то нету внучка вот так вот я говорю так я же не про это я про духовное рассказываю он-то будет другим человеком и потом все опять возвратится да-да-да повторится только вот и вот и причем всем остальным нравится кто услышал а он же не просто мне один на один это рассказал подошел и сказал я думал об этом вопросе он же не так он же так вот так вот бутылка все пьют всем смешно а там молодежь там еще и вот подготавливается смена вот этих атеистов а раньше гляди как было он говорит им о царстве небесном а у них есть с чем сравнивать у них-то аид у них-то там вечно человек никогда не вылазит из этого кромешной тьмы и вдруг что-то хорошее шестой стих которая пребывает у вас как и во всем мире и приносит плод и возрастает как и между вами с того дня как вы услышали и познали благодать Божию в истине толкование говорит как бы о каком одушевленном предмете которое пребывает не пришло оно говорит к вам и потом удалилось но присутствует и господствует вас все благовестие как я понимаю да этим он радует их а так как многие делаются более твердыми когда имеют сообщников то прибавляет и во всем мире оно всюду присуще всюду твердо стоит далее приносит плод по делам возрастает потому что постоянно многие присоединяются к этой вере но оно не приносило бы плодов если бы не было твердым ибо и деревья когда больше приносят плодов тогда больше приносят плодов когда твердо укреплены как и прежде предрасполагает к себе похвалами чтобы они не отступали хотя бы того и хотелось ибо ибо если и всем и вам одинаковым образом проповедано было евангелие каким же образом некоторые учат иначе приносит говорит плоды и возрастает благовествование вас с того дня как вы познали благодать каким же образом не обольщением и пустыми словами но истиной то есть необычайными знамениями и делами желающие выставиться пожалуйста седьмой стих как и научились от и по фразам возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя христова толкование вы говорит на самом деле познали благодать так же как и учил вас гипофраз ибо не иное происходило на деле а иному он учил ибо он вероятно проповедал колоссянам сим показывает что этот муж достоин доверия ибо я павел не любил бы его если бы он не был бы истинным проповедником и не назвал бы его сотрудником далее верного то есть истинного ради вас говорит он служил в делах подобающих христу ибо и то что отправился к павлу утешал его вузах и известил его о событиях в колоссах и это было служением христовым если же епофраз слуга христов как же вы говорите что через ангелов вы приведены к богу кто слышал чтобы у кого-то был родный или близкий а знакомый епофраз звали нет не один я даже не слыхал а это кто друг знакомый павла поминается в библии нигде нет вот календарь откроешь церковный иоанн целая страница иоанн козерский иоанн пустыни иоанн постник иоанн 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 сейчас у меня знакомый родилась дочь а как назовешь ну мы хотели вот так куда хотели то то Ксения какая-нибудь то еще что-то рядом ну ты посмотри по календарю другой сын родился а мы хотели его Самуил назвать пророк это хорошего что Самуил пророк так у вас старший брат был Самуил я говорю да ну ты по календарю посмотрите даже назовете Танька-манька и все равно это самохотение и Самуил самохотение вот он родился на это чтобы не было так у меня день рождения а день ангела почему день ангела называют при чем тут а день ангела другое место у меня надежда на все время и поэтому я ни одно дня не могу никак все в разноску в разбежку идет вот я родился и в этот день попадали как я 10 июня так и назвали там был Евтихий Иннокентий и родители не выбирали Игнатьева а который крестил дед Терентьев он взял и не спрашивает ничего ну а были что против Нико да никто я зашел вот столб стоит Алтайская правда и на столбе внутри там помещение и как ну как в виде бронзовая такая как жесть и выдавленные имена ушедших и не вернувшихся с фронта так интересно ушел Петр ушел такой-то ну советские ушли асы-то были еще тогдашние а величайца совершенно не так ну пошел на фронт в десятом допустим человек а то раньше еще ну были же такой кто 17 там родился уже время ему было где там 23 года и там считаешь Иван Мефодьевич Иван Саввич ну Савва ты сейчас несчастно встретишь только Устиновых назвали его там имена какие красивые вражина все схоронил мы стихотворение имена какие имена схоронили видите положил на музыку играет Ермоген с Евтихием спят а Евтихи был говорит это против меня уже словно перышки летят клен от клена такие имена были вот у меня дядя по отцу Амос второй Наум ну где ты сейчас Амоса найди ты в школе встречала где-то ну назовите Камос Амос встречался Наум вот сейчас Наум есть село Наум А по матери Макари Киларет Эммануил но Макари еще можно найти я не знаю Сухановый как Макари Борька это похоже они берут хотя первое если Терентья то Тетерев потому что ближе всего подходит и Тетерев Терентья Терентья там Вася скажи где подходит продолжаем восьмой стих который и известил нас о вашей любви в духе то есть об этом мы по фразе речь идет вот Север сегодня я считал что на майке еще означает какие твои будут контрмера как сказать Лихбен 6 как ты скажешь ему когда обращаться ты его должен как назвать по имени фамилии сказать ну ладно я вам представляю слово говнюк говори он же обидится а я скажи фамилии не знаю имя не знаю у тебя написано ты знаешь можешь так это в легком варианте разыграть капроним капроним понимаете константин капроним почему царский сын крестили его и он в купель отправился пустил не написано что пустил гной ну какой это гной не знаю какое слово как наши жили там хрен накопают надо хрен они где с бабкой хрун хрун какой хрун ты открой везде и посмотри гербарь и листья хрена вот все что-то где-то наборачивает морков окаянная это директор выгнал учительница зашла учительница рисует нарисовала апельсин ну мальчик поднял это что я нарисовала только руку поднял жопа иди к директору директор пошел ну что вы там опять натворили-то пришел в класс и начал ну сколько раз говорю ну ведите себя как следует так обернулся а кто эту жопу нарисовал а учительница апельсин нарисовала да неправильный какой-то апельсин давай считай восьмой стих который известил нас о вашей любви в духе толкованием то есть духовную любовь которую вы имеете ко мне ибо самая самая прочная любовь любовь в духе всякая же иная любовь и естественная какова любовь родителей к детям и детей к родителям и основанная на дружбе и товариществе непрочно что нужно сделать чтобы семья распалась надо чтобы женщину волю дать по полной программе причин много главное вызвать недоверие друг к другу подозрительность ничто так не разлучает людей как подозрительность говорит петь не может вот рассказывает как он трудится жена дома сгорбатилась там бабушка какая-то подошла ну как живешь внучка да хорошо а как с мужем тогда это очень хорошо а во сколько приходит да он на работе там а почему я его видел он в 9 часов там у столба со светами с букетом стоит кого-то ждет или я думал тебя вот это да а он правда приходит в десятом число работа заканчивается в 6 она не вытерпела и пошла проверить где когда подошла он смотрит стоит без светов но стоит там а к нему на работе подошла бабушка тоже какая-то как живете да хорошо ну как твоя там Таня да все хорошо а к чему она там у столба стоит в 9 моя жена нет никого а он не терпел он пошел проверить она пришла его даже не зря сказали это протягание кого ты тут ждешь ну выявили что сказала кто бабушка как она выглядела ну что-то пошла у нее сзади шевелилась она хвостом шевелила ну и разузнали что она их уже стравила там у столба ну засмеялись взяли за руки домой пошли очень просто вызвать недоверие и все рассыпалось а ты скажи бог силен я и проверять не буду я знаю моя голубка никуда не полетит она гнездо свое знает все вот начинает это уши слоновьи вот такие вот до земли у слона видел такие уши у слона вот такие вот большие уши надолго хватит оправдываться не надо сказали сказали есть пословица брали на вороту не лестни еще нету у меня получилась интересная история такая прошлого воскресенья подходит ко мне Василий Черепанов и спрашивает а нет ли крестика я говорю а что у тебя да вот потерял я говорю надо было ниточку так крепче не потерял ниточка ниточка ушко разрезалась а он оказывается не потерял я говорю ну это надо купить или батюшке сказать то может быть есть то ну ты как-то смотрел бы там купи бронзовый где-то неделя прошла и вчера у меня такая же история сижу разговариваю по интернету и что-то тут у меня дают маленько полез нитка какая-то с узел камня я ее вытащил еще ничего не понял а у меня крестик уже и нет это нитка у меня пробыла ровно тридцать один год кажется тридцать один год крестик висел и ничего нету вот вчера я новенький повесил новенький не новенький а нитка новая и он у меня вчера мы все одежу мою перетрясли с Володей на постели так я его нигде не нашел но он уже истертый был истертый там ничего не было ни рельефа а просто он блестящий был и через неделю я говорю а Вася-то наказывал смотрел а у самого никуда не проверил вот не суди другого и вчера вечером но я заметил сразу что утром она была в обед была а пока был вчера в церкви в одобряем пришел она ниточка вся истертая ну 31 год хорошая ниточка хорошая на нее тунцов ловить ну давай так я сразу вспомнил Васю и сказал вот лишь я ему сказал так ну я нашел для себя пережженный уже 9 стих посему и мы с того дня как осем услышали не перестаем молиться о вас и просить чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном толкование посему почему поскольку говорит мы услышали о вашей вере и любви мы исполнились благих надежд относительно будущего и молимся за вас ни один день не два но с того времени как услышали об этом этим и показывает свою любовь и незаметно укоряет их так как они и при помощи его любви не стали более совершенными заметь что много нужно молиться и непрестанно и что Павел постоянно молился и даже не достигнув исполнения молитвы не отступал от нее не называет их ни вполне несовершенными ни вполне совершенными ибо не сказал что чтобы вы приняли но чтобы вы исполнились вы говорит имеете но не все что приведены вы к Богу это знаете а что приведены через сына этого вам не достает и я молюсь чтобы вы всего исполнились ибо воля Божия и благоволение в том состоит что дан был за нас сын а не ангелы и так подразумением понимай приращение познания так как их обольщали философы то он говорит я желаю чтобы вы познали учение духовной мудростью а не мудростью человеческой которая вводит вас теперь заблуждение которая заставляет вас считать себя знающими и если чтобы постигнуть волю Божию нужна духовная мудрость что сказать о тех которые хвалятся что познали сущность Божию через внешнюю мудрость а что такое сущность Божия вчера выходил мужчина на вас то же самое говорит все это по иерарии обычаи там все пошли до того что и Христа уже не надо то есть все докатились протестанты сами послушайте ролик а выстав ну что ну я говорю что вывод какой духовная мудрость а не человеческая должна была сущность Божия что такое я спрашиваю сущность Божия ну да а где здесь про сущность Божия последние слова ты считал здесь или ниже да нет здесь ну тогда считай и если чтобы постигнуть волю Божию нужна духовная мудрость что сказать о тех которые хвалятся что познали сущность Божию через внешнюю мудрость все такое сущность любовь отдал сына своего сущность Божия здесь же разница о любви говорится нет ну они по человеческой мудрости утверждали что через ангелов они к Богу приведены здесь говорит уже не об Аннах он говорит что вы плоским умом в мирской мудрости пытаетесь постигнуть сущность Божию где нибудь в Библии про это говорится надмиваясь плоским своим умом где нибудь в Библии говорится о том что люди пытаются плоским умом должны были бы хотя бы найти его где это говорится при мудрости Соломона в неканомической книге если они познали как мудро устроен мир какие рыбы растения вкус птицы все это узнали то должны были найти виновника всего этого виновника кто это так сделал и апостол Павел про это пишет первой главе послания к римлянам ибо невидимое божие через рассматривание творения видимо так что они безответны в немецком языке стоят неизвинительны что Бога не нашли как это могло так быть ну ты их усадила ты посмотри какая она мы плеть замерили 11 метров плеть от лунки и куда она пошла вот здесь кто мне здесь показал Лена наверное показала тыква висит дошла до этого где она и дошла на колени и висит между коленой уже замерзла мы ее взяли в печку и она прекрасна она не повлияла на ее еще даже и посмотри как морковка растет как чеснок а свекла вся наружу такая волосинка там у них какая-то есть ее вообще даже не копать еще не надо просто так шевели рукой она вся вывалилась а сама здоровая крепкая я не знаю почему турнепса нет у нас турнепс колхозе много сеют его рубили там коровам видно и мы ребятишки ходили в поле засядем и едим его там он похожий на брюху они горькие листья охота сущность Божия то есть происхождение Бога какой он откуда он свойство Божие сущность существо из чего состоит откуда и вы мирской мудростью пытаетесь о Боге познать я поэтому таким людям отвечаю есть вещи недосягаемые для разума и туда входить очень опасно я вот 53 года держу в руках Библию и ни разу не заглянул в эту пропасть на эту высоту Бог Святая Троица так написано и три на небе все на этом конец ну а как если сын сын всегда моложе отца здесь другая но как это может сын ну откуда Бог там взялся ну Бог сотворил тут все понятно ну а сам Бог откуда взялся было ли когда его не было не было такого он вечный то есть у нас понятия о вечности никакого нету это восьмерка на боку рисуется ну вскоре кто учился хоть сколько крути она так и будет вот вечным неперерывным все что интересно вот это бровного движения беспорядочное оно отображается в температурах поверхность солнца 6000 градусов 6000 жары а сколько может быть да хоть миллион может быть а холод тартар тартар это холод а холод все так и 270 допустим 1 градус 272 уже не бывает его нельзя сделать никак почему движение атомов прекращается все застывает 271 градус минус все да ну я может где-то там ошибся еще уже по старой памяти так правильно нет лена говорит правильно 271 градус минус 271 градус ну все не меньше не создать никогда и никому это невозможно предел бог как сделал а температура вверх вообще не измеряется ну где-то еще может быть миллиард градусов не знаем атомная реакция дает вот это что там идет радиация солнца из центра его 6 градусов я как-то один раз ну в то время прошлое но сколько тепла отрывается от солнца 125 миллионов километров и через излучение и такое тепло через излучение бывают шторма какие-то через излучение зима идет я через стекло увеличительное стекло взял и через стекло зимой зажег бумагу ну давайте вот мы соберем сейчас из Барнаула весь уголь вот весь какой уголь есть и разожжем его я отойду от угля ветерок оттуда дует с той стороны с наветренной отойду на 100 метров вы думаете я согреюсь там не в жизнь так это уголь весь собрали и оказывается с поверхности солнца каждую секунду отдает оно тепло если бы оно вместе в одно собрать достаточное чтобы растопить слой льда толщиной в 1 километр вокруг всего земного шара ты одно ведро льда возьми заморозь и растай сколько тебе время потребуется 1 секунда километр ты знаешь что такое километр вот говорят а сколько золота на земле на тебя охота узнать в Америке там швейцарских банках в России там сейчас вот уже 3000 тонн примерно вот он ездит целая работает и килограмм 50 там даже центр не вырабатывает ответ-то дается это куб кубический это так и так и так высоту все одинаково 20 метров 20 сантиметров до 20 я могу сейчас вот шагну и вот там во дворе вот все все золото мир вмещается не считая изделия которые неизвестно где но предположительно знают там в несколько раз больше там зубы золотые там детали где-то что-то и прочее там еще больше и говорится сколько миллиардов все подсчитано в какой стране сколько сейчас в интернете все абсолютно я даже удивился 20 метров даже все такое это совсем мало ну воды возьми 20 метров на воде так и так очерки и вода 20 метров глубина все вот это место займет золото все золото мира за тысячу лет накопили но сейчас больше уже на 20 сантиметров больше невероятнейшее мы считаем так и солнце творение божие через него мы познаем сущность бога существо кто-то а слово сущность встречается еще вот мы толкование читаем а вот опять новый стих вот это курсивом жирным курсивом это сущие сущие то есть то что есть священное писание сущие называется а это толкование дальше опять сущие это непосредственность святой библии вот надо правильно знать а то ты будешь носить надпись и не знаешь кто-то такой интересно немцы такие аккуратные такое придумать написать вообще невероятно и главное присылают сюда чтобы мы русские носили и знали кто мы такие все говорит хорошее на О украинские фамилии они все там мои огни давай 10 стих чтобы поступали достойно бога во всем угождая ему принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании бога толкования молю говорит чтобы вы познали что вас спас единородный дабы поступали вы достойно то есть жили добродетельно ибо кто познал человеколюбие Божие и то что он предал сына своего за нас как не постарался бы такой человек предать себя трудам добродетели и подъять крест свой ибо слово поступать поступать постоянно ходить как сказано обозначает жизнь и деятельность и везде он с верой соединяет деятельность другими словами не о том говорит молюсь только чтобы вы научились но и о том чтобы вы и в делах показали свое знание ибо знающий но не делающий будет наказан заметь же как он хождением постоянно называет деятельность показывая тем что как всегда необходимо нам хождение так необходимо и наилучшая жизнь так говорит живите чтобы во всем угождать Богу как же это не иначе как всяким делом добрым ибо где всякое дело благое там всякое благоугождение Богу и смотри как он везде присоединяет слово всякий во всякой премудрости во всяком деле благом во всяком угождении во всяком долготерпении показывая что они имеют это и теперь но не все почему им должно дойти до совершенства принося плод и возрастая в познании Бога как говорит вы познали Бога больше чем древние так и в жизни должны возрастать по мере познания ибо сколь велика должна быть добродетель того кто удостоился познать Бога и даже стать сыном Божиим или же должно вам приносить плоды добрые дела но так чтобы и познание Бога иметь как должно а не как вы теперь воображаете что имеете ибо какая польза в жизни и деятельности если вы не будете знать сына Божия смотри же как выше он сказал что нужно познание Бога для того чтобы ходить достойно Господа теперь же опять требует чтобы они возрастали в добрых делах с тем чтобы одновременно познавать Бога потому что одно с другим тесно соединено все добавить что нибудь сразиться надо все время видеть все это для Бога все и конечно под старость что ты под старость возьмешь если в молодости ничего не было старость пожинает но это уже готовая а вот у вас авторитет на авторитет я его строил сколько вот вы сказали к вам прислушиваться ролик поставили ролик то какой надежда побеседовал вчера сегодня смотрю больше тысячи человек зашло уже тысячи для нас это много люди приходят которые интересуются а там ничего нет но в каждое слово вникают что сказала вы сказали так мы сразу себя это ввели то есть у нас практический прием говорим из жизни которая сегодня выступает где там священники они они один сидит он под часами там и говорит у них нет чтобы он там работал ходил там что-то делал их нигде не увидишь но он говорит философство это он не такой помните у меня когда вот и пришел Семкин проректор Алтайского государственного технического университета вот Владимир как его как его величай Борис так нет не 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 нет 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 давно еще никто не помнит Борис Ливас что-то такое вот и он говорит книги Лапкина я считал и то другое вот он как говорит такой он и есть а когда писатели пишут они лукавят он не сказал лгут а лукавят а лукавят они совсем не такие как они пишут они авторы придумывают национального героя себя от автора говорится а когда встречаешься ничего у него этого нет а тут как он пишет такой он и есть Борис Васильевич по-моему Васильевич да да а и в семье был Владимир Васильевич я как-то к нему был у него и я говорю можно я у вас посижу подольше а что я говорю посмотрю как вы общаетесь с людьми а он проректор по учебной части и как раз пришла мать что сына отчислили и она пришла ходатайствовать как он разрулит эту обстановку то ну мне просто интересно я с людьми все время он говорит вы у меня учите да вы что если я должен им у него в кабинете были меня смешите просто где-то ну я встал и ушел мне просто интересно я всегда новое новое нахожу как общаются вот Баварин меня приглашал всегда пригласительно было когда он давал отчет за год где-то и потом с городской администрации мне звонили вы были а в письме прямо домой приезжают мне пригласители привозили я говорю был ну и как ну я ему говорю он владеет аудиторией он знает кому как подойти мы ему обязательно это скажем какое мое мнение кто я такой перед ним он понимал он понимал я никогда не забуду когда дом этот получать когда уже все уже охотно он поехал и он сидел на переднем сиденье там а я сзади сижу и он вот так вот вот сиденье вот я сижу так он вот так вот вывернулся и вот так вот на меня всю дорогу смотрел а вы в моем городе живете и я не знал ваше имя в аналы города будут вписаны и получилось что его имя вписано площадь Баварина а не Малют он это видел но он видел по-своему за 11 дней до его трагической кончины я заходил в городскую администрацию а он выходит и какой-то небольшого роста в гауссвике человек и он остановился ой кто пришел сюда вот так вот вы знаете кто это он нет да это же Лапкин он еще не знает ну а я говорю а в этот откуда да с Кемеров откуда он в Кемеров знает он что взял Лапкин он коммуну построил а мы отстроили 700 лет у нас еще есть он он был порторган мотором заводе я правильно говорю коммуну построил но он так понял что у нас все вместе община потеряет коммуну построил вот все вспоминаю мне всегда интересно почему Бог мне на встречу таких людей посылает это вообще не искал не заискивал и не знал и познакомил кто общинников Владимир Петрович советник его был афганцы помогали вот это вот афганцы афганцы как называли а тут он приехал и им дают другое место они не уходят им оповестили они на костылях хромые без рук пришли сюда калеки это им принадлежало необходимо покинуть это получить поэтому он сказал г это государственный для arina м Самое. Мне отдать дома это государственная необходимость. Я все это записал вот сюда вот. А им дали где-то там. Не хуже. Государственная необходимость. А почему дали здесь? А я сказал мне дайте такое место, где сухая земля, и чтобы недалеко от остановки, чтобы мои бабушки могли доходить. Вот чудо Божие. Я все время удивляюсь, как Бог это делает. Почему? А Ему доверие. Вот мы считаем о доверии. И Бог так и делает. Вчера одна заслала женщина, она хорошо знает священника, который, можно сказать, терпеть не может. А она полностью расположена. Я уж не буду называть ничего. Я настолько там, она всю биографию расходила. Может они что-то ко мне имеют, эти священники? Нет, 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 нет. То есть там тоже работа какая-то идет, они уже смиряются. Там отзывы разные, там митрополитой. Они ничего не имеют. Поэтому нам нужно работать, трудиться и свой образ создать. Как об этом Маяковский пишет. С кого образ писать? Со Христа. А как бы он поступил здесь? А как бы он сказал? То есть вот это вот. Я вот ребятам наказываю, меня не будет. Вы по домам ничего не меняете. Никаких палатин, нармах не меняете. Вы все время представляете, что я с вами. Как бы я поступил? Я не говорю в спасение, а именно вот это вот. Тут все обдумано. Каждая скамейка, каждый стол. Все на месте. Как лежат книги. Это все вымерено. Никуда не сдвинуть ни на сантиметр нельзя. Настолько отрихтовано все. Вот возьмите, допустим, у нас, вот, некоторые не знают. Тут большие такие окна. Окна-то большие. У нас человек подвинется туда. И вот это вот, когда вешают, и она туда отлетает, и вот начинает дергать, дергать, дергать. Я говорю, зачем дергать? Их прибить надо. Там и там, видишь, гвозди прибитые. И он внизу, с этой, с картонкой прибитый. А теперь вот так вот, когда надо, вот так вот возьми. А вот здесь я забил гвозди на 200. Вот. Одно движение. Раз. Все. Отпустил. И там никогда оно не будет заворачиваться. Везде. Вначале говорю, да человек с глазом, ну выше головы. Какой глаз-то? Там глаза там. У нас нет таких людей. А то надо быть трехметровым, чтобы туда глазом залезть. И везде. Большие гвозди и прибитые шторки. И у нас везде сейчас закрыто. Комарик не подлетит. Такое простенькое дело и никогда правильно не сделают. Вот это вымерено уже. Так, давай. Понимаете, место, когда для Христа есть, вот я когда узнал о российском флаге, вот у нас флаг висит, я везде выступал, и в милиции, и во всех отделах, в университетах, по радио, что флаг этот вненациональный. Он может быть у киргизов, у американцев. Он вневременный. Он может быть сейчас, в первом веке мог быть, и при антихристии может быть. И вне конфессиональный. Вот так уже сказать. Он может быть у католиков, у протестантов, у мусульман. Это один флаг божественный. Один флаг на земле такой. А кто это говорил? Никто никогда не говорил. Нигде. Это моя наработка. А почему? Ну, внизу красная. Вы понимаете, красная. Что это? Кровь? Кровь красная. Это все говорят так. Да. Все рождаются в крови. Французов взять, а не красная берут, это кровь. Революция причем. Без матери? Нет ни поэта, ни героя, как Горький говорил. Ну, это другое уже. Не отвлекайся. Видишь, кровь. Киргиз рождается, мусульманин, буддист. Все рождаются в крови. На земле все время борьба, проливается кровь и умирает со страданием. Кровь. Это кровь. Всегда. В любой религии. Везде говорится, в беззаконии, за счет во грехе, родила меня мать моя. Так. На второе, помышляйте о горнем. Вот написано, а не о земном. Вот надпись. То есть, все должны. Должны думать о возвышенном. Не как свинья под дубом. У Ивана Андреевича Крылова. Да. Вот должен задумываться. 2000 лет назад был Нерон. Должен был, Наполеон должен был о небе думать. Должен был. Синяя. Над этой кровью выйти из этого состояния. Значит, перейти на вторую ступень. Думать о небе. Для чего я живу. И знать, что подо мной разгорится огонь. Если не буду думать о небе, значит, остается только одна красота. Огонь. Вечное пламя. Понятно? Понятно. Помышляйте о горнем. Ну, а третий, это уже ни одна религия не скажет. Почему? 20 глава. И увидел великий белый престол. Белый. И на нем сидящего, от лица которого бежало небо и земля. И не нашлось места. Небо и земля. Это всем пристать на судилище Христова. Да, всем до одного. Мусульманин, язычник, католик, баптист, все пристанем. Вот это третье говорится. Мы идем все, чтобы не постыдно пристать. Родился, думая о небе, дойдешь до суда Божия неопороченной. Все в этом. Ну, конечно, это двуглавый куриц, чтобы не рисовали здесь. Обойдемся без этой карахатицы. Никакой андрейский флаг, никакой этот колорадский жук тут не будет. В Украине должен быть флаг. А не то, что желтый, это подсолнечник. Черная полоса, вот так вот. Это русская область Германии. Уголь добывают. Временно здесь вечность. Это флаг божественного откровения. Это проповедь. И что интересно, я выступал, тысячи людей передо мной было в книгах, обращенных к детям, везде. И ни один, ни разу никто не возразил. Говорит, ну это знаете, это было еще в Парижскую коммуну, там торговый флаг, да партнер, вверх ногами, вот так был. Я говорю, что ты там найдешь, если вверху? Вниз, разве небо внизу, небо вверху. Земля, я думаю о небе. А дальше еще выше великий белый престол, грядущего на облаках со славой великой. Что тут непонятно-то? Ты должен знать Библию. Вот этот флаг я рассматриваю во свете Библии. Но он достался не Украине, а русским. Флаг. Знамение. Живая проповедь. Это полное изображение Святой Библии здесь. Жизнь каждого человека от Адама. Адам, как? Ну так вот он умер из крови, там брат убил брата, сын его. Теперь, даже мы не думать о небе, конечно, а кому жертву-то приносили? Куда дым шел? Ну а как? На суд Божий предстанет. В Адаме все умирает кровь. А второй, говорит Адам, сущий с неба Христос, синяя. И дальше у нас будет судить опять пришли. Любой стих Библии приведет к нашему флагу. А к американскому, значит, уже никак. А? К американскому уже не подойдет. Не, а что там, там штаты придет. Там тоже красная Библия есть. Волнистая в Англии, Великобритания, Владычица, морей. Хорошо отображает государственную жизнь. Здесь духовная жизнь человека заложена. Здесь не говорится, какие у нас ископаемые, что мы выращиваем. На морях мы живем или в пустыне. Все должны думать о небе, и все будет суд Божий. Я нигде не считал про это вообще. Просто я молился, и мне открыто это. И ни разу нигде не написано, что о пажите Божьей, 10 глава, и в Англии от Иоанна. Зашел и вышел, и пажить нашел. Так как вот вы говорили, что вышел на проповедь. Я объяснил это. На проповедь, да самое главное. То есть этого нету нигде. Не вышел, зашел, а зашел, вышел. На проповедь и пажить найдешь. Ну, во все надо вникать. Вот эти вот стихи у нас, какие, посмотри. Вот помню Господа Иисуса Христа. Я знаю эти стихи, но я его увидел, написанное у Баптиста было отделено. Я помнил, как здорово. Я его сразу себе пометил. И дальше все время проповедуется, это я уже узнал сам. Ранами его мы истрелились. Я то знал, не выделял. Ну, а дальше первое явно. Три места. А на дешево уже, по льву, все написалось. Ну, как красиво. С какой любовью. А вот это, на чем написано, это обшивка такая была здесь. Старые люди, которые жили. На этой обшивке. А то дерматином обшитая. Для чего она была? На стене просто было, как декорация. Вот здесь вот. Ну, она вот, да. Вот здесь, вот тут. Да. Мы их взяли, да, и вот одну вот так употребилась. Это вы понимаете, вот все само идет. И на флаг похоже. Как, кто картину написал? Чего бы не взял. Ни на чем не трудился, не видел. Картину кто-то, Игнативныч. А картину это 50-ников в Пензе, баптистов. И она поврежденная была, у меня голова. У Христа кто-то ножом, говорит, ударил. Ну, было такое. Иван Грозно убивает сына. И там, говорит, один смотрел, какой-то он сумасшедший. И кто-то бросился с ножом и картину полосталнул. На Ивана Грозного. Ну, правда или не правда, но говорят так. Репина, картина. А эту тоже. Я у них увидел, я говорю, а вы не отдали бы мне? Да заберите. Это Гестава-Даре. А вы тогда не знали, что Гестава-Даре, да? Это Гестава-Даре? Да, да. Да, я могу даже... Но не совсем, это как бы немного. Ну, маленько там уже. Да, там задний фон, там много... Я сейчас даже постараюсь найти. А, что, распятие. Сейчас мы найдем. Ну, у нас поярче немножко. А кто иконки поставил? Вот и нашел. Ну-ка. Вот он, смотри. Смотри, кого не так. Вот он подать убежит. А так это подожди. Нет, нет, это что-то да. Ага, вот она, на коне. Посмотри. Вот на коне, вот крест, вот женщина упала, вот под ней лежит. Вот там руку простирает. Похоже? Похоже. Да, да, да. Ну, посмотри. Это Гестава-Даре. И тут написано, что внизу. Яркая такая. На Голгофе. Иоанна, 19-й глава, 16-17. Ну, вот так. Ну, там вот это вот, дальше голову вот эти отсутствуют. Вон там они плохо видно были, закрасили. Но остальное, это все понятно. Он человек с копьем, который стоит, вот он где. Ну, все, как копия. Лошадь, на коне он сидит, копье держит. Ну, одинаково, все. Гестава-Даре. Я тогда не знал. Мы отвлеклись немножко, но поговорим, что Бог, когда ты Ему доверяешь, что Он все как-то так слагает одно к одному, и... Ну, нельзя сочленить это никак. Вот это место, это вообще, дар Божий. Опустил Господь с неба и все. Потерявкин еще дома покупал. Это вообще... Татьяна только что приехала туда, вот Новикова болеет. Заболела? Дети отступили, у нее все заросло, она его продает. Я его перекупил. Два дома стояли брата моего родного и сестры родной. Два дома рядом. Да большие дома-то. 80 квадратных метров. И сколько не бился, ни под каким видом не продают. А перекупила один матушка, а другой брат не отдает никак. А тут все-таки уломали ее. Она за полцены продала полцены, а остальное она как бы дарит. А второй у Павла, к нему поехала сестра, и у того какая-то нужда, и он его продал. Но теперь мы уже там зашли и начали все это убирать. Там не зайти ничего, все заросшее было выше головы. И вот соединили, построили туалеты, печки отремонтировали, трубы купили. И уже многое сделано. А мы бы на это не стали делать, если бы Роспотребнадзор нас не жахнул, не травил. Мы бы так в лагере там были бы. А теперь в лагере мы просто гости приходим, занимаемся утренней молитвой, гимнастика, отдых, занятия. Это так мы уже думаем. Но уже у нас реально что-то есть. Не просто так. Пробежка какая-то, на лагере. Как заходить там, чтобы заходить с той стороны. Электричество уже фактически подведено. Ну я назвал нынче цифру какую. 777 тысяч, это же не игрушка. А то считаю, что... Куда заехал это? А то вот я своими руками отсчитывал. И не имею, фактически это... Моих денег-то на жизнь не хватит, надо за все платить. А вот как Бог сделал? И вода проточная, а то все у вас задолбили. А тут еще в частном доме живет. Уже и насос купили, и колодец там есть. Ну все прям вот, ну все как надо. И что надо на второй дом? Голубей нету весной я прошу туда. Чтоб там были голуби. А тут у меня голуби, вторая голубятня. Вот там две балки протекало, несмотря, они подгнили. Я сильно боюсь, надо там расколопать, посмотреть. На чем-то засыпить их в доме. Может быть просверлить тоненько и посмотреть, труха есть, нет? Я думал не так. Разгрести, чтобы не сверлить. А посмотрите, потом хомутами засыпите там за стропилой, задержать. Или на эту бросить какой-то, чтобы эти, которые, ну, там падала сырость, они подогнили-то. Их подвесить, а чтобы на другие балки эти... Ну распределить нагрузку. Да, да, да. Совершенно правильно. Правильно. Понимаешь, вот куда я ни гляну, у меня столько удивлений. И почему мне в Колоссяном послании, так православном, ко мне дела. И как-то так все идет одно за одним. Прямо последний день. Нам завтра уезжать. Электрики приехали. И главное, что придумали сейчас. Выключайте коробку, эти, счетчики электронные эти. Были, чтобы коробки только на улице, не в комнате, на столбе. Да там же любой утащит. По-другому никак. Почему? Потому что воруют. Он что приехал, сразу поднял, видно, что крутится, не крутится. Все. И уже поставили. Там Володя Владимир Александрович Устинов сделал. И они на следующий день приехали, а завтра мы нам уезжать. Снег идет, а там все заснято. И поставили. А теперь только внутренние, а внутренние уже провода идут. Только подсоединять и там смотреть. Вот как-то все так сцепляется одно за другое. Так идет ровно. И... Бог. А Бог... Дигнативность. Их никто не будет воровать, потому что одноразовое действие они. Один раз поставили, а второй раз уже там начинается не с нуля. И их никто не будет пломбировать. Только с нуля. Только свежий счетчик ставит. Поэтому никто не ворует. Приняли их, не поставили. Ну что не воруют, это даже не надо. Даже ребятишки идти утащат, не знаю ничего. Ну на улице, без присмотра. А тот край совершенно обезвизненный. Потерянки. Ну у меня на доме стоит, ну правда через забор. О, а это прямо на улице у дороги. Да, у Игоря Третьякова на улице два стоят. И что теперь? Солнечная поляна, пьяных моря. И никто ничего не делает. Даже не бьют, как ни странно. Хоть бы долбанули кирпичом разок. Никто нигде. Ну нигде мы не можем сказать. Но зная людей, я скажу. Ну машину открытой нельзя оставить. И когда я купал, купались в Байкале. Я говорю, машину-то закрыли. И сейчас один зашел. Я и в Германии живу. Это надо так. Это вы купаетесь рядом, машину надо закрыть. Ох как же. Ну да никто никого не берет. Берет. Игорь Барабаш только пошел в магазин. Пришел из магазина, а у него там что это? Я не знаю, там магнитокон или что. Уже все вытащили, ничего нет. В машине. Ну еще на леву направо никого нет. Вот еще, утащат, разобьют даже делают. Дома, которые оставляют. Про машину, да. Ни одного окна нету. Все беременно разнесенное. Везде. Я еще не вижу, чтобы дом заброшен и стекла не побили. Ну вот мимо идешь здесь, посмотри. Там такие стекла, вот такими квадратами этими. Как кирпичами, стеклянными. И все разбито подряд. А телефонные трубки, помните, как сливали, резали, все. Утаскивали. Ну а теперь банкоматы есть, они в специальных кабинках стоят. Оправляться разве нужно в этих, в лифтах? Но немцы сделали лучше. Как только мощисти начинает, сразу срабатывает на урину на эту. И сразу блокирует его полицию, звонок. Его приезжают голенько, вот отберут. Люди хитрят, но на них контрмеры какие-то. Болт хитрый, да. Надо жить для Бога. Вот я себя опасаю, что потеряются. Мы помолились. Теперь я попросил, чтобы на столбах их завернули. Столбы черные, не видно. И замотать их, чтобы не видно было с дороги. Потому что там бывает охотник. Им век не надо, а он и испакостит. Вот у нас что оставлено где? Приезжаем там, а там уже все. Скамейку оторвет, тут же сожгут ее. Она им не нужна совсем. Игнатинович, не верите вы людям? Не доверяете? Абсолютно. 18 раз лагерь сжигали, нужен нет? 18 раз на тла сжигали, как я могу верить-то? И я точно говорю. Одни заклепки лежат от гвоздей. Я такой же, как вы. Милиция там занималась, ездили, смотрели. Ну их, наверное, в армию взяли. Я говорю, они там 400 обгорелых трупов лежат в вагонах в Чечне. Не могут определить. Узнать, кому принадлежат. Игнатин Иванович, я точно такой же, как вы. Когда сказали мне счетчик ставить, я обязательно на улице. Я сказал, ну про себя, да в своем уме. И говорю, так что его на улицу ставить? Они, только на улицу. Я говорю, ну можно хоть на дом, а не на столб. Они, ну пожалуйста, на дом. Ну, то есть я еще выторговал себе. У нас один надо до дому там. Хоть через забор. Не верю нисколько. Почему? Это народ. Это особый народ. Солженицын пишет, в Первую мировую войну было так, на 100 пленных русских, 4 воровства. Да. Так, 6 было у немцев, допустим, 8 у англичан. Во Второй мировой войне, среди 100 русских пленных, 96 попались на воровстве. А те, как были, 4 и 5 там, так и остались. 5-6. А у русских все-то тут. Ну, нового коммунистического человека сделали. Так, во время этой войны Гальдер писал, генерал, когда их отправляли на работу, девушки. Я не знаю, процент, больше 90% девственницы были. Вообще, это невероятно. До 21, что ли, года. И он написал, будто бы записку, в штаб туда где-то, видимо, для Гитлера, что если этот народ такой нравственный, нам никогда его не победить. Он связывал. А сегодня, проверь, в 8 классе уж никого не найдешь, наверное. Что спрашивать? Это очень легко дается. План дается. Развращать. А если ты верующий, на тебя никак это не повлияет. Ты, наоборот, будешь беречь, чтобы ребенок нигде не оставался. Никому не заходил. У меня знакомая одна была. Ну, и она там занималась где-то. Парень, пойдем, надо посмотреть. У меня музыкально. Она девчонка рот разделила. У меня пленки там записаны. И она пошла. И сразу он ее сносильничал. А отец, я его убью. Ну, убивай, но уже ничего не вернешь. Зачем она одна пошла туда? Зачем? Притом, никогда, никогда не вернуть еще назад. Вспомните, как Фомарь пришла к брату. Что он с ней сделал, Амнон? Ну, сестра Виссалома. И он придумал, как что. Я болею, но надо лепешку, чтобы вот Фомарь пришла. Я буду смотреть на руки, аппетит появится. Да вы-то, он что, дурак был, что ли, совсем? У него в семье-то яролаж был сплошной. Как он мог это допустить-то? Отдельно. И послал. И она пришла, готовит. А он смотрит не на руки, а ниже. И сносильничал их. И она говорит, ты попроси меня отец отдать. Они были двоюродные, как бы. Отец-то один, а матери разные. Он отдаст тебе. И она говорит, куда я с позором моим тогда пойду? И он не послушал ничего. А все научил его племянник, Аминодав. И когда сносильничал, и давай выгонять. Вот руку говорит, выгони эту отсюда. Так как он ее, говорит, полюбил, по любой, это страсть была. Точно так же возненавидел сразу же. И она руки положила на голову, шла и вопила. Что она вопила? Она кричала, конечно, что мне делать, что случилось. Отец, почему ты меня сюда... Все было, она теперь до смерти сидела, никто ее замуж не брал. И она до смерти сидела ку-ку. Мадам? Да. И что дальше-то было? Вы знаете, Алисалома как. Он подловил его и глотку его перерезали сразу. А дальше бежать. Видите, какая история была. А почему мусульман такого не было? Никогда бы не отправили. Никогда. Вот он ей дал знак какой-то, я недавно читал про одну мусульманку. И он через какого-то родственника, который имеет вход к ним. Ты отдай ей письмо, скажи, что я ее люблю. А он подает письмо, она говорит, зачем ты даешь? Это как через отца подавай. Как отец скажет. То у нас разве будет отслушать отец. Он сам не пришел, он к ней не прикоснулся. Но она знает порядок. Он говорит, мне нравится, я сказать могу ее отцу своему только, никому больше. И пускай потом засылает ее, чтобы все было как положено. Вот как их воспитывать, почему? Ей 13 лет. Корреспондент пришел и спрашивает, а кем ты хочешь быть? Она 13-летняя, вот такая вот, она говорит, матерью. 13-летняя. У нас артистка хочет быть, там она балериной, ну, чтобы крутить. Ну да. Она знает, а это ее мать готовит к этому. Она учит, как любить мужа, как слушаться, как готовить. Она уже готовая мать. А как она? А она теперь уже православного священника. Он обратился, это его дочка. Но обычные дагестанские он все принес сюда. И показано, как жена сидит, работает, дочки, все в платочках. До одной. А вон батюшка стоит с крестом. Плохо разве это? Он не сказал, национальные наши обычные, мусульманские плохие, они хорошие. Очень хорошие. Вот у меня, вот здесь вот сидит Людмила Степановна. Где она у нас? Вот. И ты обняла эту девушку маленькую, я не знаю, калерию или того. И ты прямо на это, получился ролик, и ты первый сидишь вот такая вот, в твоем красивом платке и прижимаешь. И зашел один муслим, подписался муслим. Что это такое муслим? Магомаев. Мусульманин. И говорит, а вы православные или многоточие и так? Да, мусульман. Вы выглядите, как наши мусульманки. А другой ответил, это не мусульманки, это самое настоящее православное христианство. Больше ничего не было. Один зашел, ты что? Там, дурак, не видишь что ли, что-то православное-то. Залез сюда, нехрест. А тот говорит, а что я, ребята, сделал? Я только спросил. Он в этой переписке, там, мусульманин ты опять выиграл. Я, говорит, ничего не сказал, там у меня все стоит. Там, вы зайдете, вы увидите. Занятия идут, и ты ее приобняла. Или даже во время собрания. Даже я сейчас не знаю. Ну, кажется, во время собрания. На занятиях-то ее не было. И вот сразу наши русские, это православные, если ругают ее. То не оботерили только. А я здесь возвращался, возвращался с поля, заехал в столовую вдумчиво. А там автобус останавливается. И из Красноярска едет автобус, приехал, полный узбеков. Возвращается в Узбекистан с работы. И они вот так вот заваливают. И ни одного с бородой. И молодые все, главное. Ну, до сорока лет, от двадцати до сорока. Я посмотрел, вижу там у них кто-то постарше. Я ему говорю, мусульмане? Он, мусульмане, да, мусульмане. Я говорю, скажите, а чего вы все безбородые мусульмане? Вот я один сижу с бородой, но я не мусульманин. Я православный. Почему? А он такой, подожди еще. Ты это, подожди, борода будет? А другой молодой, постой, такой ко мне поворачивается, такой. Пальцем так провел, все молчат. Человек сто, наверное, не меньше их. И все стоят, все, забросили эти чашки свои. Все стоят, он. А можно ходить и без бороды, Коран говорит. Я ему говорю, это ты в России так заговорил? Ты маму своему это скажешь, когда приедешь к себе в Узбекистан? Я говорю, почему вы не исполняете то, что у вас написано в Коране? Потому что вы не читаете его. А тот, подожди, подожди. Я говорю, ну если бы ты читал, то ты бы понял, что там надо бороду носить мужчине. Я говорю, а это откуда известно? Это из Библии. Потому что Мухаммед брал то, что и в Библии написано. Он просто не знал этого, говорю. Ну, короче, поговорил с ними, и они, вот так вот, пальчиком. И ничего сказать не могут. Это такие, и те мусульмане, которые настоящие, они их за мусульманов не считают. И поэтому у Сысоева, которые обращались, это тушкмены, которые там подметают, ходят. Да, тушкмены, узбеки, киргизы. Они какие-нибудь сало едят, свинину едят. Ну и высокопоставленные были. Они не настоящие мусульмане. Им положено 6 сантиметров, бороду. Написали так, 6 сантиметров. Но он лежит уже, у них нужно хоронить в этот же день. И кто-то пришел и сказал, положил коробок. Только у него сантиметра 4. И сразу сказали, пришли стражи исламской революции. Замерили правду. А уже завернуты ноги, там все кошмар. Они сразу его разделили. Сколько положено? 40 ударов. И они в мертвесок палками, не брей бороду, не трожь бороду. Даже на 5 сантиметров, бах ты, ну и все. Мертвого наказали. Ну это как бы глупо. Не думаешь, что у русских глупо. Валентина Павловна хочет сказать. Герман Геринг. У нас во дворе, в моем дворе, много сейчас парней молодых. Мусульман. Но они похожи на татар. Или вот не азиаты. Не узбеки. Молодежи много. И все с бородками. У них уже сколько отрастает? Но они брят усы. Брят усы. Усы не знаю. Но все вот так, с бородками. И много их у нас. Что интересно, совсем все молодые. Это в школе даже, которая, наверное, учится, еще только появляются, они не трогают. Мы православные ни одной волосинки зря не тронем. Аминь. Достойно и текова истину, блажите Тя Богородицу, Христо блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуин, и слабнейшую без сомнения Серафим. Без остения Бога слово рожжую, сущую Богородицу Тя величаем. Да, тихо. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим, прими нашу молитву. Если еще мы погрешили здесь, прости и помилуй. Как Ты велик, сущий, единый, вечный Бог. Как Ты прекрасно все сотворил, Ты открыл нам это, слава Тебе, за это избрание, что дал нам Духом Святым веру святую, христианскую и православную. Услыши наше воздыхание о родственниках, которые не познали Тебя, откройся им в истине и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, побуди нас на благовестие, дабы многие еще могли познать Тебя. И о чем мы рассуждали, Ты сам положи на сердце, как поступить. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже, всемогущий Создатель, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Услыши, всемогущий Создатель, молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Услыши молитву нашу о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение отныне и вовеки. Аллилуйя, аминь. Говори, владыка, слушай ты, слышит раб твой. Аминь. Во славу Богу. Сестры, кому это тяжело идти, сейчас я могу подвезти до остановки. А что делай, делай сейчас. Кто хочет на благовестие оставать. Сережа, ты не можешь с ним поехать показать людей, чтобы он знал, отвозить в первый раз. Морщиком.